Так, стул, возьми стул, мне так удобнее. Знаете Тихоныч, тут письмо пришло какое-то, два листа. Огромче маленькое. Какое-то письмо пришло к вам? Да. Красивое такое, с конвертом. Красивое, вот смотри, тут два. Мы покажем даже. Русское христианское радио. А здесь проповедь. Хлев и ясли проповедь Ярла Николаевича Пести. Это его сыновья работают на радио. Ну и что? Расскажите, кто прислал вам это письмо и с какой целью? С какой целью? Ну, видимо, они распространяют, над чем трудятся. Это сын его тоже Яру. Швед. Вот его фотография. Ну, конечно, это более ранний период. Вот, посмотри фотографию. Я лично с ним не встречался. Переписывался. Дело в том, что первый, он радиопроповедник. Первый человек по радио, которого я услышал, видимо, 27-го это было сентября 1962 года, именно его. Там через шумы у них хороший приемник был, у Ремеева, в городе Венске, с Латвией. Вот тогда я. Ну, конечно, все проповеди, которые у меня были его, они были такие, с шумом. Но когда мы приехали в Латвию, там был знакомый наш близкий пастухов Леонид из Баптистов, из отделенных. Это группа Иосифа Бондаренко. И они имели вроде встречу с ним или что, но имели записи кассетные такие. Ну, на кассету сколько? С двух сторон 45 минут, наверное, выходило. Где-то что-то такое. Или больше. И прямо со студии. Очень чистые записи. У меня была большая фонотека его проповедей. Добыли, которая радио, а потом я все это оставил. Только это. И когда меня осудили в 86-м году на суде, это все уже представили. Вам зачем это нужно, что там за рубежом это то-то-то? У меня все это отображено в книгах для Слова Божия нет уз. И меня за это поддели. Это зарубежные говорят. Я говорю, мне разницы нет, что в котле. Это какой котел снаружи? Мне важно, что в котле. А снаружи звезда или свастика, я говорю, меня не касается. Как они ухватились за это. Свастика ему все равно. Я говорю, котел снаружи. Мне какая разница. Что внутри у него там приготовлено. А приготовлено у него многое. У него много проповедей. Интересная жизнь. Проповед я... Может, надо... Можно где-то найти. Сейчас будем говорить. Может быть, даже голос его, чтобы услышали. Я как-то не подготовился. Можно даже это сделать. Вот сейчас попробуем найти. Вот здесь вот проповедь его. Запиши проповедь Ярла Пейсти. Ярла Пейсти. Вот она где. Слушать. Скачать. Аудио. Вот есть или нет. Чтобы показать, кто... Где? Посмотри, куда ткнуть. Вот на ютубе есть. Вот на ютубе. Вот она. В четвертом стихе второй главы книги Диане сказано. И исполнились все Духа Святого. И начали говорить на иных языках. Как Дух давал им провещевать. Огромче. Не раз мы говорили об исполнении Духом Святым. И вот сегодня в нашем очередном разборе книги Диане мы снова подошли к тексту, в котором говорится об исполнении Духа Святого. Среди всех доктрин, касающихся личности и служения Духа Святого, поскольку это непосредственно касается верующего, нет более важной, чем исполнение Духом Святым. Только что, так он говорит, вот я услышал, но через шумы все это дело. И потом я записал на магнитофон, и дорогой, когда ехал в Москву, включил, послушать его. Один мужчина послушал. Я вот человек, говорит, неверующий. Но я поверил, что он верующий, который говорит. Ты слышал, какой голос, какая интонация? Чистая его речь какая. Ну и мы с ним переписывались. Вот меня спрашивают, что вы о нем можете сказать? Вот теперь, что я хотел бы сказать о нем, я сейчас покажу. Вот. Считай вслух. Я тут посмотрел маленько у себя, как письмо получил, и я стал смотреть. Вот. Так, в моих книгах имя Ярлопейстия упоминается 89 раз. Это чего-то стоит? 89 раз. Дальше. Здесь постараюсь показать только 16 мест подобных, чтобы было видно, в каком плане я упоминаю этого человека. Вопрос 28. 60-0. Дальше. Том 1. Возрожденный человек это только православный или не обязательно? Это вопросы, которые мне задавали в школах, это, конечно, в университете, по радио, где я вел занятия тогда. На заводах, на фабриках люди были такие грамотные. А ответ, как раз наоборот, православных, возрожденных, рожденных свыше, сегодня встретить почти невозможно, ибо они верят по традиции, по бабушке на вере, не имея личной встречи со Христом, не зная писания. Если хотите знать, что это такое и знать, как это происходит, слушайте проповеди Ярла Николаевича Пестия. Представь, я православный, я отмечаю так, меня это тоже никогда не простят. Абсолютное, подавляющее число наших батюшек и архиереев, невозрожденные, мертвые, плотские. Сними с них ряски, выгони из храма, и они, растерянные и ненужные, будут стоять, не зная, что дальше делать без всей атрибутики, наполняющей алтарь и храмы. Когда готовят разведчиков в другие страны, то после обучения они сдают экзамен, их забрасывают в пустыню, в самой негодной одежде, без документов и без денег. Через месяц они должны добыть все и устроиться на хорошую работу в чужой стране. Двоечников нет ни одного. Маленький прокол, и их обнаружат, разоблачат и казнят. Так создается новая, совершенно независимая ячейка. Так действовали первые проповедники в апостольской церкви. Кораблекрушение, чудесное спасение и жители острова уже склоняются перед распятым. Это я с кафедры говорю. О рождении свыше не учат ни в семинариях, ни в академиях, ни в храмах. Мертвец не может родить живого. О рождении свыше денно и ночно проповедуют у баптистов. И при том правильно. Семинаристы должны бы иметь особые уроки в программе, и чтобы ходили не менее ста академических часов на Маловузовскую 3, Москва, всех Б. Учиться проповедовать. А сегодня самый распространенный анекдот. Был случай, что окончивший московскую духовную семинарию остался верующим. Академию. Где ты семинарию прочитал? Академию. Даже академию. В семинарии-то еще многие выходят верующие. А, вот, вот. И еще 100 часов посвящения баптиста по программе, чтобы уметь показать баптистам и другим сектантам истинность православия. Его красоту, спасительность, целомудрие и мужественность. По 100 часов программа. 100 слушать молча, учиться проповедовать. А 100 договориться, чтобы они слушали на равных. И еще 100 часов посвятить на диспуты. И только после этого рукополагать, если высокодуховная экзаменационная комиссия найдет, что кандидат действительно родился свыше. И чтобы в этой комиссии были представители и католиков, и протестантов. С правом совещательного голоса. Вот у меня программа на все есть. Как возродить православие? С ними вместе не молиться, чтобы не нарушить каноны. И заранее об этом предупредить без обиды. Превозношение и кочеливость православных амбициозны и глупы. Если взять в сравнение православный приход в 100 человек и баптистскую общину, 100 человек в любом городе, то ни в нравственном, ни в духовном состоянии, не только нельзя сравнивать, а даже и пытаться, ибо ничего, кроме срама и позора за своих прихождан, не получим. Тем более, если баптисты будут представители Совета Церквей, так называемой инициативной группы, которые во времена гонений показали образцы бескомпромиссности, исповедничества и мученичества. По духу они настоящие православные друзья Первопословской Церкви, а по происхождению из-за отсутствия истинно рукоположенного священства они суть сектанты и еретики. Вопрос 165, том 1. В четверг... Я взял те места, где упоминал его имя, больше ничего. Дальше. В четверг, 8 декабря, слушал религиозную передачу с надеждой, верой и любовью. Это мне перед это... записка поступила. В передаче принимал участие епископ Барнаульский и Алтайский Антоний. Масентьич, фамилия. Голос типичного бюрократа от религии. Еле языком шевелит, даром, что из Москвы прислан, а акцент украинский. Сдается мне, что он и в делах так же мямлит, как и в словах. Не чувствуется в нем и живости Иисусовой. Духа обличения мира не наблюдается. Не служит ли он двум господам? Предлагаю собирать подписи верующих во Христа для выдвижения Игнатия Тихоновича Лапкина на пост епископа Алтайского, ибо он до крови сражался за истину. Во, какие записки поступали. Ответ. Конечно, до напора проповеди, как у Ярва, Пести, им всем далековато. Но относительно меня, как пословицы, без меня меня женили. Меня действительно многократно разные епископы буквально хватали, чтобы рукоположить вои священники. Не скрою, что сватали и в епископы. По согласию с женой. Но этот хомут немой. Хомут. 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 Немой. Мне епископа всех жаль, особенно мертвых. Епископ должен подражать апостолу Павлу. 1 Коринфянам 4,16. Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. 1 Коринфянам 11,1. Будьте подражателями мне, как я Христу. На меньшее не согласен. Епископ сегодня это мученик. И нужно на это подготовить себя, обречь. А современные епископы действительно богатые князья. Чиновники им по счету встреча с властями. То есть это я говорил, когда еще была советская власть. На строительство церквей власти отпускают деньги. А это кабала и петля. Церковь должна быть полностью независима ни от кого. Чтобы уста ее были открыты для обличения. У меня многократно повторяется сон, что меня рукополагают. И когда я просыпаюсь, то вся подушка в слезах. Как же я не досмотрел? Как они так сумели? Для себя я вижу в этом непосильный крест. И пока в здравом уме и трезвой памяти на это не соглашусь. Разве только случится так, что перебьют всех священников и епископов, и совсем уже некому будет совершать литургию. Только тогда могу согласиться. Вопрос 214, первый том открытым оком. Если у человека нет ярко выраженных талантов, а вы говорите, что талант есть у каждого, то как узнать его? Не закопать, а потом развить? Ответ. В притче о талантах показано, что меньше одного таланта не бывает. Матфея 25.18. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. Сегодня исключительно трудно встретить православие на практике. Как бы заботились об этом? Где бы? Где бы заботились об этом? Все остановилось на старобрядческой проповеди. Концепции выражены в двух постулатах. Первое. Переходи к нам. Второе. Неленностно посещайте храм. Все, кончилось. О каком уж таланте и развитии его можно здесь говорить. Поэтому в православии сегодня сложился стереотип христианина. Пришел, купил, поставил, отстоял, ушел. У всех одинаково постной физиономии. Лица похожие на старые кофейники, как говорит Ярл Пести. Господь же призывает нас всех сохранить свою индивидуальность, быть всегда радостным, благодарным, ликующим с гуслими в руках. Римлянам 12.15 Радуйтесь радующимися и плачьте с плачущими. Второе. Коринфянам 13.11 Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Филиппийцам 3.1 Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не дягостно, а для вас назидательно. Филиппийцам 4.4 Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Первый псалоникийцам 5.16 Всегда радуйтесь. 18 стих За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Откровение 5.8 И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали преданцем, имея каждые гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Талант в одиночку почти невозможно узнать и развить. Он развивается на торжещей жизни, когда отдан в оборот, согласно притче Христа. Одна эта притча подводит черту и ставит тысячи вопросительных знаков перед монашеством и пустынно-жительством. Марка 16.15 И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. До православных эти слова Христа не дошли и за две тысячи лет. Как говорит великий инквизитор в братьях Карамазовых у Достоевского Христу, ты намешаешь, уйди, мы исправили твой подвиг, мы царствуем без тебя. Это не только о католиках, но и о всем православии, во всю его историю. Апостол Павел перечисляет различные таланты, дары, которые Бог дает не только для тебя, но чтобы ты ими послужил и для других и развил их этим. 1 Коринфянам 12.1.4 Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Дары различны, но дух один и тот же. И далее прочтите несколько раз всю эту главу, чтобы найти свой талант. Дар это и есть талант. Вопрос 457. Первый том открытым оком. Можно ли смотреть баптистские фильмы? Ответ. Не знаю, почему вы определяете, что эти фильмы баптистские. А определитель есть. Везде, где показываются ни крестные ходы, ни богослужения в храме, ни чудотворные иконы, ни царь-батюшка, это почти все не православное. Все вышеперечисленное наше. Этого и держитесь, если вам это так интересно. Но если душа ищет переживаний по Библии, библейские сюжеты, тогда придется попроситься за чужой стол. Все артисты лицедеи. И согласно канонов церкви, творений святых отцов, они вне церкви или отлучаются. Если подходить просто, шаблонно по одному наименованию, то эти рассуждения отметают все, кроме богослужения. Когда Златоуст устремляется против театров, которые называют училищем разврата, где в бастине купаются женщины, ставятся пьесы про языческих царей, это одно, и явно не христианское. Но если экранизирована Библия от бытия до откровения, поставлен фильм по книге Генрика Сергеевича Камогря Деши или Иуда де Бен Гур по книге генерала Уоллеса. Разве можно игру этих артистов приравнять к каким-то развратникам? Здесь появляется чувство ревности о большем, чувство сострадания. Нельзя так трафаретно, топорно, солдафонски загонять под один параграф. Пусть православные батюшки послушают проповеди Ярлопейстии хотя бы несколько часов. И если они возрожденные священники, то посмеют ли без насилия над собой сказать что-то против его призыва к покаянию? У меня было в пленках, когда судили, 136 часов слушать. Представьте, какая фототека была. И я ее переписал на бобины и по всему Советскому Союзу распространил. Мне приходилось много раз видеть фильм об Иисусе по Евангелию от Луки. Говорить что-нибудь против этого фильма, зная содержание Евангелия, разве может на это дерзнуть верующая душа? Даже самые незначительные несоответствия Евангелию дают обильную пищу ненависти к православным патриотам. Надо смотреть на общую пользу. Этот фильм снят сотня миллионов, дал точек задуматься, толчок задуматься о покаянии, о жизни Иисуса. Мне приходилось неоднократно беседовать с теми, кто был против этого фильма. И конкретно они ничего не могут сказать. Это очень несерьезно и непорядочно. Посмотрите фильмы о Почаеве или фильмы с участием Патриарха. Какая скукота и преснота. Один раз посмотрел и с полки видеокассету долго не будешь брать. А фильмы на библейские сюжеты приближают к нам, оживляют события тех давних библейских времен. За этих артистов хочется молиться. И если они в чем-то как решили, да не вменится им это. Да не вменится, да. То есть я прошу об этом. Вчера только мы смотрели с братом Романом. Именно Иеремия. Дальше. Вопрос 458. Первый том открытым оком. Можно ли читать книгу Эрнеста Ренана «Апостол Павел» и книгу Джона Макдауэла «Непросто плотник»? Ответ. Владимир Сергеевич Соловьев дает характеристику Ренану. Пустейший враль. И этим сказано все. Повторяю в сотый раз. Не отравляйте душу свою никаким иным чтением, кроме Священного Писания и Творения Святых Отцов. То есть насыщайте душу тем, что полностью совпадает с Библией и не противоречит Священному Писанию. У вас в душе будет первоклассный цензор. Такую пометку раньше всегда ставили на книгах, выпускаемых Церковью. Но даже и в них есть много того, что противоречит Слову Божию. У человека должен быть собственный опыт, навык. Он должен по запаху и вкусу определять, что за блюдо поставлено пред ним. Увлечение, поглощение иных книг, мыслей Иоанн Златоуст определяет как ползание на четвереньках по чужой блевотине. Исайя 28.8 Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, не чистого места. Зимой охотники охотятся на голодных волков там, где их много. Целые стаи следующим образом. Привязывают на длинную веревку за санями замороженные кишки и требуху забитых домашних животных. Несколько охотников и возница находятся в санях, запряженных прекрасным конем. Один из них теребит живого поросенка в мешке, чтобы тот визжал. Голодные волки теряют осторожность и бросаются на запах того, что они видят тянущимися за санями, думая, что это поросенок. Убитого волка, завернутого конь, чувствует по запаху, дрожит и его невозможно удержать. В нас должно быть такое же чувство по отношению ко всему, что мы читаем, хотя бы оно было в хорошей обертке и подано с искусным обольщением. Есть много прекрасных книг, написанных про неправославными, но которые издавались по благословению Священного Синода и издаются ныне. Джон Буньян, «Путешествие пилигрима», настольная книга Александра Сергеевича Пушкина. Фома Кимпийский, «О подражании Христу». По количеству экземпляров эта книга стояла на первом месте после Библии. Доктор Мартенцен, «О христианской нравственности». Проповеди Джорджа Макдауэла, как и проповеди Ярлопейстии, можно читать неправославным, но нужно всегда пояснять, что они протестанты, и в их творениях могут встречаться места, не соответствующие православному мышлению и даже Священному Писанию. Нужно уметь эти маленькие косточки убрать ради общей пользы от книги. Вопрос 992, том 3. Как вы относитесь к Эрла Штегену и книге «Пробуждение начинается с меня»? Ответ «Это не православный проповедник. У нас таких и в помине нет. Все, что выходило о нем, я читал и скажу, что все хорошее. Просто на душе остается горечь обиды, что наши слепые пастыри ничего этого не видят, а их уста наполнены горечью и злословием против любой евангельской проповеди». Эти слова полностью сбылись на православных священниках. Лука 11.52 «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Я чрезвычайно люблю проповеди Ярлопейстей и являюсь их ревностным распространителем. Думаю, что в православии такой проповедник, явись он сейчас, ни в чем не укоряемый, исполняющий все церковные каноны, но только за такую чисто евангельскую проповедь он будет изничтожен своими братьями». Московская патриархия благодаря сергианству полностью переродилась в образ своих основателей и хозяев коммунистов. Они только могут, они могут только не пущать, хватать и сажать. Это я от них испытываю 40 непрерывных лет. Например, я приезжаю в Новокузнецк. У меня там знакомый священнослужитель, приезжавший несколько раз ко мне в Барнаул и приобретший у меня магнитофонные записи. Едва мы с ним поздоровались, как из церковного дома, знакомая ему, прибежав, уведомила, что настоятель только что звонил в милицию. Сообщил, что приехал Игнатий, чтобы его забрали. Настоятель близкий родственник отца Николая Войтовича. Это благочины Алтайского края. Диакон хватает меня за руку, бегом тащит к забору. Отодвигает доски, и мы бежим через улицу. Эта же самая ситуация повторялась со мной и во Фрунзе, и в Одессе, и в Москве. Какие ко мне претензии у церковнослужителей, если я у них исповедуюсь и причащаюсь? На каждой исповеди они трясут мою душу, как старую грушу, и каждый раз попрошают. Присною ли я? Почитали Божью Матерь, святые иконы. Я им доказываю. Прикладываюсь к иконе, а они не верят. Это говорил Иероним Стридонский. Да прашит, говорю, не верят. Они одержимы завистью. Марка 15, 10. Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Римский прокуратор узнал о их зависти ко Христу. А они про себя не знали, что у них зависть ко Христу. Какая страшная вещь, горькая зависть. Эрло Штеген, находившись он в православии, принес бы огромную пользу по евангелизации. Прихожан, сравнивая с Библией то, что творится в наших православных храмах, я старался помогать настоятелю отцу Николая Войтовича искоренить недоброе. Но позже один человек подсказал мне. Ты разве не видишь, что то, на что ты им указываешь, они берут под особую охрану и прилагают все усердие, чтобы не допустить исправления. Я убедился, что это действительно так. Священники меня все время упрекали. Какое ты имеешь право проповедовать, будучи мирянином? А отец Николай Войтович постоянно подсовывал мне правила канон, карающие любого, кто огрычит священнослужителя. О том, что миряне не только могут, но и должны проповедовать, читайте в нашей книге «К истинному православию» в разделе «О благовестии». Профессор Марцинковский помогал священнослужителям, они облачали его в подрясник, и он проповедовал. Но его выдавили из православия, хотя он до конца жизни своей в душе был православным. Притча 14.30 «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». Екклесиаст 4.4 «Видел я, всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа». Езекииль 35.11 «Зато живу я, говорит Господь Бог, поступлю с Тобою по мере ненависти Твоей и зависти Твоей, какую Ты выказала из ненависти Твоей к ним, и явлю себя им, когда буду судить Тебя». Вот как Господь заступается за гонимых. Деяние 5.17 «Первосвященник же, и с ним все принадлежащие к ереси саддукейской, исполнились зависти». Деяние 13.45 «Но иудеи, увидев народ, исполнили зависти, и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел». Иаков 3.14 «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Иаков 3.16 «Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое». 1 Петра 2.1 «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие». Филиппийцам 1.15 «Некоторые правда по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа». Титу 3.3 «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». «Живая проповедь, чистая, без всяких примесей, очень редкое явление в православии, и об этом надо молиться». Матфея 9.38 «Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». В другой записке вопрос как раз по этой теме «Как человеку можно узнать о самом себе, обладает ли он чувством зависти? Как ее отличить от других грехов?» Ответ «Зависть можно определить, если знаешь, что такое любовь». 1 Коринфянам 13.4 «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится». В народе это определяется так. Один сосед радуется, что у его соседа отелилась корова, и тот начинает избывать нужду. Другой, напротив, радуется только тому, если у соседа сдохла корова. Теперь он такой же, как я, бедный, и мне хорошо. Почему родные братья Иосифа завидовали ему? Деяние 7.9 «Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним». Почему Саул завидовал славе Давида и гонялся за ним, чтобы убить его? Потому что Давида любил Бог и любили люди. 1 Царство 18.7 «И восклицали игравшие женщины, говоря, «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал, «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царство». Но если бы не Давид, одержавший победу над Голиафом, то Саулу никто не приписал бы и этих тысяч. Завистник не может терпеть, когда кто-то рядом с ним, когда у другого лучше, чем у него, и смертельно ненавидит завистник того, кто хотя бы на шаг продвинулся вперед его. Родоначальник зависти дьявол, премудрость Соломона 2.24 «Но завистью дьявола вошла в мир смерть и испытывать ее, принадлежащую к уделу его. Все завистники будут в аду». Почему первосвященники завидовали Христу? Они не могли терпеть того, что народ отворачивается от них, а популярность Христа растет, и они подыскивались под Него день и ночь. Лука 11.54 подыскиваясь под Него и стараясь уловить что-нибудь из уст Его, чтобы обвинить Его. Ни сектанты, ни коммунисты так не подыскиваются под мои проповеди, выискивая в них криминал, как православные священнослужители. Стоило мне сказать отцу Борису Пивоварову, что надо наручить народ, а то бабки, как слепые, только знают целовать иконы на стенах и бродят вдоль стенки, как он тут же написал трактат в 96 страниц Игнатий Иконоборец. Относительность зависти проверять себя очень легко. Радуешься ли ты, видя успех у другого? Что у другого сын воспитание, а дочь красивее, чем у тебя? Что у другого больше достаток, и его уважают больше, чем тебя? Думаю, что девять десятых зависти, существующих в мире, находятся в среде священнослужителей. Они подсиживают друг друга, чтобы самим продраться вперед. Иаков 3, 14-16 Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Зависть не преследуется ни уголовным, ни гражданским кодексом, а она является матерью убийства. За ней идет все худое во всем государстве. Завистливый человек, желчный, радость его совершенно омрачается успехами другого. И она совершенно не терпит, когда другого любят больше, чем его. Вопрос 1110, том 5, открытым оком. Христианин исполняет все правила, посещает богослужения, пребывает в молитве. Когда же нужно помочь ближнему, то у него находятся оправдания, и там его нет. Возможно ли для него спасение? Ответ. Если он не больной, не лежачий, то почему он не идет? Позаглаза сказать не могу. В моей жизни встречались такие люди, трудные на подъем, но это было за ними только до встречи со мной. Я их все равно постараюсь поднять. Иаков 2.14, 17, 20, 22, 26. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Так и вера, если не имеет дел, вера без дел мертва сама по себе. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Веришь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. 1 Коринфянам 9, 24, 27. Не знаете ли, что бегущие на ресталищи бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не оставаться недостойным. Жизнь таких людей скучная, затклая. Им нужно попасть в свежую струю проповеди Ярлопейсти и прочесть книгу «Тайны святых» обязательно. Вопрос 1169, том 5, открытым оком. Полезно ли начальным читать книгу «Невидимая брань»? Ответ 1 Коринфянам 6, 12. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. 1 Коринфянам 10, 23. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Когда начинают новоначально давать индекс запрещенных книг, считают, что этого делать нельзя. Человека Бог наградил свободой, и не надо брать на себя такую власть, какую даже Бог не берет на себя. Человеку нравится, пусть читает. Марку 16, 18. Будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Старайтесь в новоначальных, денно и ночно утверждать авторитет Библии, и чтобы все читаемое они сравнивали со Священным Писанием. Бог знает, может быть, именно в невидимой брани Он найдет что-то сродственное в своей душе. Только бы взор Его был направлен на Христа. Только бы человек желал питаться от рапезы Господней. Откровение 3, 20. Все стою у дверей и стучу. И если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вещелить с ним, и он со мною. Меня всегда удивляла наглость и журналистский снобизм газетчиков, когда они отказывались печатать мои материалы, статьи только по одной надуманной причине. Наши читатели к этому не приучены. Они не поймут. Им это не нужно. Это не пользуется спросом. Зачем вы решаете сами за своих читателей? Кто вам дал такое право? Почему вы не уважаете подписчиков вашей газеты и сами пытаетесь решать за них? Что им следует читать? Когда непринятые ими материалы вдруг были востребованы другой газетой и были получены отклики от руководителей администрации, партии, самые неожиданные. А ко мне подходили люди и с воодушевлением жали руку. Это ваша статья? Начало покаяния в свободном курсе, 10-е, 2000-е год, 5-я страница. Просто чудо. Она мне намного и открыла глаза. Это люди говорят. Я сказал. Но Алтайская правда отказалась печатать. Редактор другой газеты, присутствовавший, здесь сказал. А что это за газета? Как? Вы же с ними в одном здании и не знаете? Не знаю. Это коммунистические выкормыши. У них нет своего мнения. Они живут на подачке. Им снова отпустили 18 миллионов рублей. А нам не рубля. Только за то, что мы не покоряемся коммунистам. И пишем все как есть, уважая своих читателей. И я кое с чем не согласен в невидимой брани. Но никогда и никому не запрещаю ее читать. И поэтому никто меня еще не упрекнул за 40 лет, что я близких своих людей держал под своей ряской, которой у меня нет. Под зеленым сукном. Духовный рост должен быть свободным. И я не запрещаю людям ходить на собрания к баптистам. И даже желаю этого, чтобы умели отличить истину от лжи. Посылаю на занятия Капранову, на занятия в Александроневский храм и в Покровский собор. Пусть ходят и справнивают. Абсолютно всегда результат один. Когда люди возвращаются, будь то от старобрядцев или от сектантов, или от патриархийных функционеров, какие мы счастливые, что мы слышим. А там, какое у них убожество и смертельная скукота. У нас после богослужения в крестовозвиженской общине мы всегда собираемся в трапезной и проводим собрания. Иногда включаем проповеди протестантского проповедника Ярлопейстии и с наслаждением слушаем их. В свои книги я включаю стихи восточных авторов, католических и протестантских. Пусть читатель сам определит, что ему по душе. Вопрос 1271, 4 том открытым оком. Я осознаю, что без православной веры нет спасения. Но можно ли воспевать имя Господа новыми песнями? Мне очень нравятся песни о Христе, которые поют баптисты. В вашей общине можно будет петь такие песни? Еще не пришла, а уже спрашивает. Ответ. К нам в общину вы сильно не спешите. А сначала присмотритесь к нам. Может, мы какие-нибудь авантюристы. За это время мы присмотримся к вам. И месяца через три мы разрешим вам один раз посетить нас на богослужении. Если вам понравится, то мы разрешим прийти еще два раза. В дальнейшем, если вы пожелаете, то можете ходить постоянно, даже не будучи членом нашей общины. А так, чтобы приду, когда хочу, раз в месяц, этого мы не позволяем никому. Вы изберите после этого, куда вам лучше ходить. Покровский собор, Никольский или к нам. Но и там не пропускайте ни одной воскресной службы и в субботу вечером. Это минимум, за который нельзя заходить. Ставя такие условия, мы уже потеряли несколько человек, и при том очень хороших. Они хотели быть вольными казаками. Когда хочу, тогда и приду. Никто мне не указ. А вот на это мы пойти уже не можем. Это развращает людей. Наша община очень широкого профиля. Когда нет нашего батюшки в воскресенье, то мы собираемся и молимся без него. А если праздник случается в среде недели, отец Иоаким говорит заранее, чтобы его прихожане, духовные дети, обязательно посещали ближайший храм Московской Патриархии, а не сидели дома. Это учитывая, что когда ни в каком объединении, ничего еще не было. Мы принадлежим к русской православной зарубежной церкви, но в себе не замыкаемся и себя не превозносим. Наши люди по благословению священника могут посещать католиков и сектантов на их богослужениях, но только после того, как прочитают все, что написано о них нашими православными миссионерами и святыми отцами. И после этого с кем-либо из опытных братьев, любой может их посетить и пригласить к себе оттуда. В нашей общине сразу после богослужения в трапезной мы слушаем магнитофонные записи с проповедями протестантского проповедника Ярла Пести. Наши братья и сестры пользуются песнопениями баптистов очень активно, тем более, что в нашей общине есть бывшие баптистские хористы. Эти песнопения поются у нас во время их свадебных торжеств, при крещении, на костре и на концертах, по случаю великих праздников. Хотя нас за это и осуждают, но никто не притесняет. В этом вопросе по сегодняшний день и священник, и архиерей нам не враги. Вопрос 1426, том 5, открытым оком. Почему Великий Пост такие длинные утренние службы? И почему не читается Евангелие? Как и когда вошел в Великопостную службу канон Андрея Критского? Вопросы какие задают люди? Ответ. Назначение Великого Поста подготовить тела и души, верующих к встрече страшного Христова пришествия при всеобщем суде, а не только праздника Пасхи, Светлого Христового Воскресения. После провозглашения христианской религии, господствующей, когда принадлежность к ней стала давать выгоду, в церковь хлынули огромные массы знаменальных, невозрожденных, не переживших встречи со Христом христиан. Точно таких же, какими сегодня наполнена православная церковь. Нужно было бить тревогу, криком кричать, что церковь омертвела почти вся, сделалась прислужница императора и господствующих классов. Но это видели только отдельные христиане, и они или бежали в пустыне, скрывались за монастырьскими стенами от всепоглощающего дымного надмения мира, или начинали изыскивать разные способы, хоть как-то приблизить эту массу людей к Богу, привести их по раскаянию. Вот одним из таких и был, вероятно, Андрей, архиепископ Критский, 637-712 годы. Был другой святой преподобномученик Андрей Критский, умученный иконоборцем царем Капронимом 17 сентября 767 года, день его памяти. В житии его говорится о том, как Андрей боролся за почитание икон. Он и составил покаянный канон на основании библейских событий. Каждое событие Библии, на которое он обратил внимание, а таких он взял 204, начинается словами «Помилуй меня, Боже, помилуй меня». Согласно смысла покаяния, должно было быть наоборот, сначала припоминать какое-то событие, и, взирая на него, привести себя в чувство покаяния, как бы будучи участником того события. Лука 17, 32. Вспоминайте жену Лотову. То есть сначала нужно припомнить событие, приведшее к крушению того, о ком говорится в нем, уразуметь происшедшую трагедию, как с Адамом, Давидом, и потом, применяя это услышанное к себе, мысленно сказать «Вот так и я согрешил, помилуй меня, Боже, помилуй меня». Молитва бывает трех видов. Первая – начальная, простительная. Филиппийцам 4, 6. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении и с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Иоанна 16, 24. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Иаков 4, 3. «Просите, просите и не получайте, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Это и самая примитивная детская молитва. «Дай хлеба, дай здоровья, дай успеха, помоги спастись». Вторая ступень молитвы более возвышена, благодарственная, когда человек все принимает, как дар, радость и скорбь, рождение и смерть. 1 Фессалоникийцам 5, 18. «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Ио 2, 10. Но он сказал ей, «Ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всем этом не согрешил ее устами своими. Это молитва рожденных свыше, молитва стремящихся к совершенству, молитва, украшающая путь в Царство Небесное, приготовляющая человека к уподоблению Богу. Первые два вида молитвы возможны и на небе до Страшного Суда, Откровение 6, 10. И возопили они громким голосом, говоря, «Да коли, Владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу!» И третья самая возвышенная молитва, славословие, уподобление ангельским чинам. «Человек ничего не просит, он все принимает и поцелует руку дающего и восхищается совершенством Создателя. Свят, свят, свят Господь Саваоф! На небе будет только этот третий вид молитвы, славословие!» Это как у мусульмана, у них именно так. У них, а простите, чего, говорит? Владыка назначил. Он попал в трясину, его засасывает, помнишь, в гонские скачки. Он его бросает, вытащит, говорит, «Не надо, раз я попал, значит, так надо, идет туда». Откровение 19.4 «Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь, Аллилуйя!» Откровение 19.6 «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Сидержитель». Святой Андрей Критский был поврождением своего времени, нес отпечаток состояния церкви того времени. В это время, как говорят все жития, в церкви было тепло-хладное, ладикийское состояние. Откровение 3.15 «Знай твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч!» Откровение 3.16 «Ну как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». У него метель, когда делают выражение такое, ты помнишь, это внучка президента, когда он пошел, берет своего сына толстоморда, там учит как, вот так вот, и так вот, и как сказать. Помнишь, нет? Нет, я что-то не помню. Президент-тернучка, посмотри. Я помню, но... Играет этот, Табаков. Как бы играет Ельцин. Ох и хорошо. Ладно. Святой Андрей, как и блаженный Феофилак, мучился, взирая на своих посомых. И эти его мучения выразились в покаянном каноне, в котором он пытался пробудить души людей. В это время в церкви практически повсюду господствовала первая часть молитвы, просительная. Вот теперь скажу, тут не было записано, Андрей Крецкий подписал анафему 6-му Вселенскому Собору. И когда он пришел, кто-то ему там говорили, беседовали, беседовать надо. Ему доказали, он попятился назад. Вот надо уметь-то еще. Не просто так тебя схватил сатана и вырвись оттуда. Всегда можно вырваться. И это получается, как вот Давид согрешил, отнял жену, хозяина убил, лурия хитиянина. Анафана его обличила, он сразу согрешил ее. И назад, и 50-й псалом высек. 50-й, самая во всем мире востребованная, как сказать, молитва, это помилуй меня Божье. Она и будет у них в молитвах, и в начале богослужения, везде. Это самое-самое из самых. Вот этот люстик, сказать где-то. И у Андрея вот это отречение от православия вот вызвало вот этот канон. Мы это должны знать. Я когда говорю об этом, даже священники не знают и не слышали. И в жизни церкви практически исчезла радость спасенного грешника. Поэтому из каждого библейского события Андрей Критский извлек только вопль кающегося грешника, непримиренного со Христом. Этот канон написан практически для оглашенных, для незнающих радости искупления. Видишь, как говорили? А где-нибудь про это пишет? Нигде, никто. Никто, никто, никто за 1200 лет, никто нигде не написал. Почему? Когда явно видно. Ну, людям-то разъясните, что это за канон. Во всем его каноне звучит одна горестная струна. Я погиб, но есть надежда, что Бог может меня помиловать. Он перечисляет в каноне такие грехи, о которых в церкви не должно было бы быть, и речи. Весь канон его есть реквием на первой ступени, начальной, просительной. И только иногда прорывается благодарность, то есть попытка достичь второй ступени. Когда же он устремляется к третьей ступени словословия, то совершенно никак не связывает это по смыслу со всем каноном, с библейскими событиями. По замыслу же возрожденного свыше человека, христианина, согласно духу Нового Завета, его творение должно быть разбито как минимум на три части и по продолжительности растянуто не менее, как на весь Великий Пост. Из каждого события и очень часто надумано, он буквально выжимал дух покаяния примирнительно к своим слушателям-молельщикам. К себе, к самому. Хотел ли он того, чтобы этот канон читался в первые четыре дня на первой неделе поста, весь целиком, разбитый на четыре части? И тем более за раз на одном богослужении, на пятой неделе поста, в среду вечером, так называемое Марий Настояние. Этого мы уже никогда не узнаем. Если это был его замысел, то он был не только неверен, но и порочен. Святой Иоанн Златоуст... Говори. Говори. Но! С миром. Это у Нюры? Ну, Нюра, Нюра. Понял. Когда делают? Все. Сейчас мы ролик начитываем. Сейчас дочитываем на молитву. У Глушкова и Нюры операцию делают. Молитву просят помолиться. Сейчас запишем дальше. Давай. Святой Иоанн Златоуст, только изъясняя заглавие книги «Деяния апостолов». Слушай, говори. Слушай, книги, заголовок. Говорит шесть проповедей, каждая из которых продолжительностью два часа. Ну, я потом узнал и считал, поменьше немножко. Протестант Ярл Пейсти составил целую книгу из своих проповедей, посвященных грозному пророку Ильи. Здесь же в быстром темпе мелькают 204 библейских события от Бытия до Откровения, от Адама до Антихриста. Даже зная Библию наизусть, невозможно настроить свой разум на несколько строк, в которых в сжатом виде говорится о Сауле, в других строчках о Давиде и так далее. Если этот канон предназначался для чтения за раз на одном богослужении и потом этот канон не читался в течение года, считая, что слушатели, зрители, прохожане ознакомились с содержанием Библии, то этот канон выполняет роль отмазки, что будто бы дело сделано, все знают Библию, учитывая то, что как тогда Библии у народа вообще не было. Стоимость одной Библии равнялась 20-летнему труду рабочего. И читая проповеди Златоуста, мы совершенно точно можем сказать, что все эти 204 события, воспоминающиеся в каноне, напирающие одно на другое, были народу неизвестны. Неизвестно, это событие, какое было, с чем было связано. Я, когда вел занятие в университете, мы проходили его, там, неделя за неделей, шли и шли. Вот я как-то говорил, вот, царю небесный утешитель, начальная молитва, царю небесный утешитель, души истины, и живи здесь, и вся исполняясь, сокровища благих и жизни подателю, приди и селися вны, в нас, и очистины от всяких скверных, и спаси блажь и души наши. Вот. Я делал вступление на занятиях, у меня двухчасовые занятия в университете были, примерно в среднем 20 минут, 60 проповедей сказал, на эту молитву на одну. Ну, я не златоуст, повторений не было, и один человек записал, ну, где-то записано есть. Все время мы сначала перед занятием пели, все аудитории, иконы стоят там на этих, на грифельных досках, а потом начинали, я говорил слово. Такая-то, вся Библия, в течение одной богослужины, да как это, ясно, что ничего не знают, на славянском языке, да бубнять не слышно, ничего нет, отмазка. Стоящие в храме прилиплялись к словам, помилуй меня, Боже, помилуй меня, как и ныне, так и ныне в храме 100% считают священников, архиерей и патриарха. Почему за 1300 лет после составления канона никто из верующих архиереев, благословов не подверг этот канон такому рассмотрению? Каждое библейское событие несет в себе информацию о том, как это было и как должно было быть. Иначе сказать, из каждого события можно выжать просьбу, первая ступень, благодарение, вторая ступень, и словословие, третья ступень. Неужели никогда в церкви за 1300 лет не было прослойки людей, примирившихся со Христом, уверовавших в Него всем сердцем, тех, о которых Писание говорит так, Филиппийцам 1.21, Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Филиппийцам 2.5 Ибо вас должны быть те же чувствования, какие вы во кресте Иисусе. Галатам 2.20 И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Римлянам 8.15 Мы можем попытаться проникнуть в полноту возможного замысла святого Андрея Критского. Второй канон его мог быть благодарственным, основанным на тех же библейских событиях. И третий канон, песнь-словословие, основанная точно так же на тех же библейских событиях. Пример. Он упоминает об Ионе и Неневии, о его непослушании. Смысл этого события в том, чтобы мы не были такими непокоривыми, такими распутными, как неневитяне. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, чтобы я не убегал от лица твоего, как иона. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, чтобы я не жил, как и эти грешные неневитяне, не отличающие правого от левого, хотя их было 120 тысяч там. Второй канон на второй благодарственной ступени должен был быть составлен, и сегодня, еще не поздно, это сделать. Тогда еще у нас его не было. На те же самые библейские события так. Так. Я показываю конкретно как. Иону не поглотили волны, и буря утихла. Благодарим Тебя, Господи, за милость Твою неизреченную. Неневия обратилась от греха, перестали делать зло. Твой замысел на них, Господи, исполнился через троптивого пророка. Благодарим Тебя, Господи, за милость Твою неизреченную. Этим событием, Господи, Ты подвигаешь нас к благодарности Тебе, что посреди этого бушующего моря Ты хранил нас столько лет Ты привел нас к познанию Тебя, Иисус Христос, через проповедников Твоих, которые донесли до нас Святой Евангелие, неповрежденным в истолковании Святых Отцов Православной Церкви. Благодарим Тебя, Господи, за милость Твою неизреченную. Этим припевом. Благодарим Тебя, Господи, за милость Твою неизреченную. Наполнить все 204 библейских события, какие мы находим в нынешнем покаянном каноне Андрея Критского. Понятно, вторая ступень, тоже события, но только слова уже другие. Дальше. Почему за 1300 лет Церковь не предприняла попытки подобием нынешнего покаянного канона возвести людей на третью ступень словословия Бога, чтобы песнь из купленных чад божьих слилась с песню херувимов? А он мог выглядеть примерно так. Господи, Ты позволил Ионе бежать от Тебя. Опять же про Иону, то же самое. Войти в корабль с иностранцами, стать зарубежником, но потом Ты сохранил его в более надежном корабле, в очреве кита. Аллилуйя! Свят! Свят! Свят Господь Савуов! Вся земля полна славы Его! Исайя 6-3. Какое чудо Ты совершил, Господи, что целый столичный город так внезапно и скоро Ты поставил на колени. И они, не знающие истинного Бога, призвали Тебя, смирившись пред Тобою. О, как Ты велик! Аллилуйя! Свят! Свят! Свят Господь Савуов! Вся земля полна славы Его! Долготерпеливый и многомилостивый Создатель, как любишь Ты творение Твое, наделенное Тобою свободной действией. Как Ты показываешь, вот что человек, думающий о себе, что он избранник Божий, но не проникнутый Твоими замыслами, бунтует против Тебя, ропщит и оказывается хуже, не покориве блудного сына, возвратившегося в отчий дом, и теперь не хотящего разделить радость этого возвращения со своим отцом. Но Ты и Его увещеваешь, чтобы Он вместе со спасенными воспел Тебя. Аллилуйя! Свят! Свят! Свят Господь Савуов! Вся земля полна славы Его! Такой длинной службой, утомительной и не приводящей к сокрушению, шаблонно делается попытка ввести людей в покаянное состояние. Но это абсолютно не достигается, а практически такой цели и не ставится. Эти пяти и более часовые стояния выражаются в словах «Отстоял службу» и этим все кончается. Шаблонно-трафаретный переносы канона и такое монотонно непонятное чтение совершенно не достигает цели, как говорит о том Феофан Затворник, говоря о церковно-славянском языке. Евангелие не читается, очевидно потому, что в самом каноне многократно напоминаются евангельские события. Да. Вопрос 1437, том 6, открытым окон. Случалось ли в вашей практике, что кто-то приближался к вашему обществу, приходил, расспрашивал, познавал, а потом исчез, и вдруг выявилось, что он уже член другого общества. Какое чувство тогда преобладает у вас по отношению к этому человеку, который мог быть вашим, а отныне это уже невозможно? Ответ. Такое случалось и не раз, и всегда в этом виноваты именно мы. Если бы мы были подобны всем проходным дворам, храмом, то эти люди были бы с нами все. Или как у старообрядцев, кто был к ним и не пришел, лишь бы пальцы двойперстно прижал и согласился принять крещение, погружение их священникам, и он уже их вовеки веком, веком, они говорят, у нас человек ходил, узнавал, начинал трудиться над своей душой, даже еще и в оглашенных не был, а пошел к старообрядцам, они его в течение двух часов приобщили, довершили, кавычка, довершили, довершили, то есть подвигнули на проклятие никоньянских ересей. Он приобщился избранности к высшим, и он уже стоящего порога вчера утром смотрит на всех свысока. Он там сподобился без малейшего труда того, что ему здесь еще и не маячило. То есть еще даже оглашенным у нас толком не стало, а там его приняли в один день, вообще не смотрят. В душе всегда чувство удушающей горести, жалость, что мог бы, но не состоялся, быть ревностным христианином. Он уже не друг, и быть им не может. Его учат там с отрицательным моментом, с осуждением всего, что дорого было ему. Он чужой, далекий, и если встречаемся, то разговора вообще нет. Или схватишься с ним за сновятский язык, за который он уперто скрывается, не понимая его. Все. Вы же и сдвинешь с места. Каждый на своем. Таких людей во всем мире полно. Он упертый, понимает, нет, а зачем? Не надо. И говорит даже бесполезно. У меня вот здесь вот сидит старообрядец. Могу фамилию называть, все. А в псалтырь неправильно переведен. А да как ты узнал? Ну, неправильно. Ну, докажи мне, я хочу тоже знать. Вон достал. Вижу весь псалтырь и черт. Карманы маленькие, которые. Так, это не так. Опять вижу красный, прочитал. Нет, это не подходит. Долистал до конца. Я говорю, ну где? Да что-то интересно, как-то у меня все было тут это неправильно. Я говорю, а с чем ты сравнивал? Неправильно. Ты еврейский язык знаешь? Еврейский? А он еврей. Нет. Полукровка. Да как же ты так это? Не знаю что. Не знаю. А с чем сравнивать будешь? В новом завете надо знать древнегреческий язык. Латынь. Ничего не знает. Далее. Это я говорю на вопрос, отвечая в университете. Вот это мои слова записаны на пленке, а потом с пленки переписали на бумагу. Но у нас все иначе. Человек ходит на наши занятия или даже разрешено быть ему на наших богослужениях. Мы к нему приглядываемся. Он не лишается духовной пищи. Его не торопим. Он и хотел бы быть полностью с нами, принять крещение. А это практически исключено. Нужно пройти полную катехизацию от 3 до 5 лет. Это не бедно, а многим хочется сразу в дамки. Они пошли к баптистам. Что ты сказал бандитам? Там ему сказали самое нужное, что целовать священникам руки не нужно, что Бог не требует в служении рук человеческих. То есть не нужно креститься рукой и не нужны посты, кресты. Он это срочно ухватил и ему уже там так легко. Он свой мамону сно распустил через ремень, так же бреется, так же не в проворот трапезничает, ест и спит в волю. Платяшки наши это по праву, по нраву. В человеке ничто не изменилось, только надменность и превозношение пруд пруди от ныне и до века. Или если баптист, то просто укрывается за слово нам запрещено с вами разговаривать. Уже со мной запрещено, входил в дом у меня был. У сектантов мнимая свобода еще круче уходит в рабство вне свободы. Даже Эрла Штегена они умудряются запрещать своим прихожанам. Даже про ярло пести многие не слышали. Убивительно. Там узость, какая бывает только у истовых сектантов. И кто бы из наших людей с такими не говорил, всегда услышишь один вопрос об ушедших. А что это с ними сделалось? Сделалось. Сделалось. Недавно одна из таких еще хлеща отмочила претензии ко мне, что ее Нины Константиновны Колесовой Колесовой Фото в первом томе открытым оком поместили. Поместили, где она с верующими нашими стоит, потеряя в кинопасху. Но потом все-таки вот ее сестра приходит, Антонина, у которой прописаны морковку. И это ее сестра приходит иногда раньше. Она уехала куда-то. Встала ходить, но совершенно ничего не помнит. Как Бог отнял все, она до двери одна уже не может дойти. Памяти никакой нету. Совершенно. Вот что Бог делает. И теперь она яростно отскребает от себя это знакомство с нами. Потому что много-много что было поза глаза ими сказано о нас. И она уже тамошняя среди своих, новых. И вдруг ей пятно несмываемое. Она даже чуть ли не в суд готова за помещенное фото подать. Безумству. Безумству песни петь. А для нее те дни, быть может, единственное светлое место за всю ее жизнь. Ну, я думаю, уже все на этом. Вот я показал те проповеди и проповеди ответы. Где я перед студентами упоминали имя Ярлопистия. Упоминается. Но как я беру в самом начале эта страница... Сейчас вопрос. Я вернусь на прежнюю. Вот. Куда она мне? Да вот она половина. Мы же еще один ролик сделаем. Много полезного здесь. Вот. Так, вот здесь вот мне надо пониже опустить и чтобы легко было найти. Вот в моих книгах он 89 раз Ярлопистия упоминается. А здесь верну только 16 мест. И вот как люди обращаются и как что-то ухватят, не знают. Ну, все, все, все здесь это в ответах. Ответы нестандартные? Нет. Вот и все, на этом заканчиваем. Так, я закрываю.